друзья приветствую вас на канале ниндзя капитал это вторая часть утреннего обзора давайте рассмотрим евро ртс акции другие активы по которым были вопросы и постараемся на сегодня понять из прогнозировать куда пойдут те активы которые вас интересуют так давайте начнем со сбербанка юрики делают ставку на то что сбербанк будет проседать хотел обратить внимание здесь уровень возник 300 целых пять десятых если этот уровень пробивается то весьма вероятно сбер пойдет искать поддержку в диапазоне 30 и 300-295 но на текущий момент не факт что этот пробой произойдет я бы даже сказал что здесь наоборот идет набор позиций который по-видимому сегодня приведет к тому что отсюда пойдет отскок цель этого отскока все-таки сходить на 308 вчера были определенные сделки которые указывают на вероятность развития такого сценария но обращаю внимание 300 целых пять десятых если пробивается то этот сценарий на отскок он не будет реализован так друзья галь далее газпром дивидендный гэп все нормально пока 280 не взяли все это набор позиций который приведет ближайшее время к отскоку и закрытию вот этого гэпа на 298 и дальнейшее движение наверх вопрос только в том сколько продлится это консолидации и 280 если 280 пробивается то он либо уходит искать поддержку на 270 либо начинает проседать еще и дальше поэтому здесь для него 280 роковое число так друзья далее норильский никель юрики на фарсе сделали ставку на его просадку по четырех часовику если смотреть да действительно определенный коррекционный откат может произойти но обращаю внимание 25 тысяч 24 900 если этот диапазон не пробивается все эти коррекционные откаты будут выкупать и гнать его наверх первая цель движения 26 700 и вторая цель движения 27 150 ну а потом исторический хай здесь все складывается достаточно благоприятно главное чтобы пробить и вот этого диапазона в ближайшее время не произошло так друзья далее нлмк глобально мы его недавно рассматривали я вам свое видение по поводу отскока и движения к историческим хайям изложил давайте рассмотрим текущую ситуацию nowadays четырехчасовой таймфрейм вот смотрите здесь у него возник новый диапазон ну точнее даже не диапазон наверно все таки уровень двести тридцать два с половиной если этот уровень устоит не будет здесь пробития то он либо здесь консолидируется и идет выход наверх либо сразу отсюда пойдет выход наверх если будет пробой 232 5 то наиболее вероятно в этой ситуации он пойдет тестировать 221 и 5 вот это значение которое здесь было так друзья далее палладий палладий важен для норильского никеля 4 часовой таймфрейм смотрите вот на текущий момент здесь интересная картина возникла у него уровень 280 2800 2770 вот если этот диапазон устоит не будет пробит сегодня-завтра то отсюда движение цель которого потестить и пробить 2880 2900 соответственно если такое движение сейчас происходит для норильского никеля это послужит хорошим подспорьем так друзья далее северсталь ну по металлурга много вопросов смотрите по север стали одну цель отработали далее вопрос движение следующего первая цель 1734 потом движение еще выше на 1790 сейчас здесь идет консолидация если эта консолидация не приведет к откату и пробитию 1620 1600 вот этого диапазон чека то вот этот набор позиции сейчас ведет к тому что отсюда будет движение наверх первая цель 1730 далее по списку если здесь возникает пробой то идет коррекционный откат цель этого отката возврат на 1540 потом на 1500 текущая структура движения сделок указывает на то что более вероятно либо здесь консолидации выход наверх либо если сегодня будет выход наверх и пробой движения к этим уровням так друзья далее вопрос был помечу мечом интересная очень бумага интересная в том плане что там огромное количество сверху цели есть чему стремиться четырех часовой график пошел импульс движения от 74 на текущий момент как только возникает пробой 81 и 882 вот этого диапазона отсюда сразу пойдет движение цель которого сначала 85 и 6 потом попытаться пробить 90 сейчас вот это движение захлебывается не происходит если будет коррекционный откат и пробить и 77 метре в этой ситуации вот этот рост сворачивается он уходит консолидироваться в диапазоне 78 574 вот сюда так друзья далее вопрос был nl россия есть импульс наверх этот импульс наверх с моей точки зрения пока еще не закончился идет набор позиции продолжается соответственно то что касается ближайшего сегодняшнего дня ближайших дней уровень который 81 80 с половиной вот этот диапазон если этот диапазон не пробивается вот это все накопление она ведет к росту и уходу наверх отсюда первая цель движения тестирования на пробой 86 и потом соответственно уход на 90 и выше таким образом удержание вот этого диапазона она ведет акцию к росту в обозримом будущем ближайшем так друзья но сейчас такое время что начинает вытягивать истории которые заряжались и толкать их наверх видимо пришло время для киви недельный таймфрейм киви оказалась под атакой под давлением из-за этого где анонимизации кошельков киви вот это все движение происходило ну и за попытки по крайней мере где анонимизировать начать борьбу вопрос только в том насколько это будет успешно вот на текущий момент движения идет в консультационном диапазоне соответственно пробой 720 700 бумагу обрушит она посыпется сильно на сильно вниз ну какие здесь могут быть цели движения случае пробоя первое что приходит на ум это 500 переходя к дневному таймфрейму смотрите импульс наверх пошел все как положено ближайшая цель движения этого импульса сходить на 820 дневной таймфрейм то есть 820 я думаю ближайшее время с таким движением будет сделано критерий того что в ближайшие дни пойдет движение на 820 это то что сегодня завтра не будет коррекционного отката с пробитием 770 вот этот диапазон чик если устоит то соответственно это поведет тому что рост продолжается если здесь будет пробой то соответственно кивы киви идет повторно тестировать 755 судя по силе вот этого движения скорее всего здесь раздали еще не все позиции которые набирали на донышке и поэтому держание диапазона приведет к дальнейшему роста ну тут какая цель приходит на ум это 820 так друзья далее вопрос был по поводу русгидро здесь очень интересная ситуация потому что с одной стороны пошло движение вниз с другой стороны как бы ключевой уровень не пробит весьма вероятно что вот этих значений здесь будет либо сейчас консолидация либо попытка отбоя движения наверх переходя с нефти на часа вик видно что не дают ей идти вниз соответственно и чем больше находится в таком состоянии и нету пробоя 8181 с половиной тем больше вероятность того что сначала отсюда идет движение цель которого 8370 подписать и потом после пробоя уйти соответственно на 86 и 6 закрывать вот этот волшебный гэп да здесь перелом произошел но этот перелом пока не пробит ключевой уровень в данном конкретном случае с данным активом он не говорит ни о чем вот если будет пробой тогда движение наиболее вероятно начинается вниз ну и первая цель которая здесь будет она в районе 77 копейки находится я пока на эту ставку не делаю я думаю что будет удержание потом движение к верхней границе и выше так друзья далее россети но смотрите все здесь обрисовалась локальное дно это одна целая 3450 соответственно сейчас идет движение консолидационный набор позиций и как только здесь возникает импульс с пробоем 1 целый 3730 очень быстро может произойти движение первая цель будет 1 целый 41 и далее вверх а ну если возникает пробой 1 целый 3450 тогда соответственно ближайшая цель находится в районе 1 целый 27 1 целые 25 так друзья далее магнит по нему вопрос месячный таймфрейм картина интересная по сути сейчас идет консолидация диапазон расширенный 5750 5200 вот здесь входит туда-сюда исходя из дневного графика у нас ближайшее время движение должно состояться цель этого движения 5650 соответственно вот это движение ближайшее время не происходит если будет коррекционный откат с пробитием уровня 5235 тысяч 200 если диапазончик вот этот не пробивается по ближайшее время движения сначала 5630 потом 5750 хорошая картина по магниту здесь судя по всему действительно его будут подбрасывать и очень энергично уже ближайшее время возможно ближайшие дни так друзья на общем то все основные активы основные акции спасибо за внимание успешных торгов